Очень надеюсь на это. За сноуболят. Нужно сноуболить здесь, действительно, Virtus.pro и постараться захватить мап-контроль в первые минут 20. Ну что же, первая карта OG против Virtus.pro начинается прямо сейчас. Спасибо большое, Иван. Всем привет, дорогие друзья. С вами Майл Шторм и Вирсута. Ну и матч, который ждут все с нетерпением. Драфты уже сделаны и осталось дождаться, пока ребята разберут своих персонажей и будем наблюдать за супер-экшеном. Какие у тебя вообще твои прогнозы? Аналитики уже сделали? Интереснейшая нижняя сетка и действительно тяжело дать прогноз в такой ситуации. Я слышал и англоязычные аналитики и, в общем-то, наши. Они могут найти однозначного какого-то мнения, потому что команды очень равны и вчера. Ну и если Аликов должны были обыгрывать, объективно, ты не знаешь, выиграешь ты или проиграешь, но ты чувствуешь, что ты должен побеждать, то с OG, в общем-то, нельзя сказать, что вот VP должны и по-любому победят здесь и являются фаворитами. OG очень сильная команда. Напомню, с VEGA у них были очень ровные игры и при этом то, что VEGA проиграла, это только потому, что Miracle в той игре начудил. А VEGA играла вполне себе неплохо, как мы помним, в общем-то, в плей-офф. Но я думаю, что надо назвать нам составы. Да, давай, начинай. Так, ну и их оппоненты, которые, кстати говоря, сейчас близки к тому, чтобы поймать Иллидана, но Иллидан все это дело чекает. Миракл будет играть на SF, Крит, Рубик, Флайпа играет Дазлом и Нотейл, Фантом Ланцер, ну и Мунминдер, Таск. Такие вот расклады. Хороший вард, ты уже вот обратил на него внимание, стоит у VP, его не удалось найти сентриком. Лиас им немножко подбанили, но, в принципе, эти варды можно найти. Вчера вот у нас FVGA как раз-то в порядка 30 секунд искал вот этот сентри на спауне радиентов, но нашел. Так, ну и вообще Virtus.pro, да, начальная агрессия у них такая довольно-таки суровая у нас планируется. Здесь есть и Night Stalker, здесь и Гирокоптер, и та же Лина. Ну и Слордар наберет, если свои артефакты, тоже будет подключаться активно. Да, вот я хотел отметить тот момент, что мне Лина у Virtus.pro нравится, когда есть вот этот хардовый Spirit Breaker. Он постоянно приходит в мид, постоянно гангает, и ганги очень результативные. В итоге Лина получает очень хороший буст в начале игры, и, соответственно, за счет этого буста, кстати, ничего себе, SF умудрился задинать гриба. Конечно, у Года это очень неприятная ситуация, на Года идет нападение, но, понятное дело, что здесь никак не убивает, ни при каких раскладах, но неприятно. На всякий случай купил себе еще одну фласку. Ну, точнее, даже не на всякий случай, а потеряв так много хп. Да, судя по всему, он чувствует, что ему придется тут не сладко, потому что постоянно кто-то да тут его напрягает. Так вот, продолжу мысль. С этим Spirit Breaker все очень хорошо, он постоянно гангает Лина, набирает обороты, имеет дикое преимущество, ну и потом Год это преимущество умеет реализовать. То есть это тоже как бы немаловажно. Ой-ой-ой, ФНГ проблема, и сейчас он может получить пару кайлов, но нет, у SF просто не хватит маны. В любом случае, ФНГ здесь помог. Вот как раз-таки Night Stalker выполняет ту самую роль помощника для Лины, потому что пока что Miracle слишком разошелся. 5-2 крип стат на первых лававах, это как-то слишком круто. Да, он первого крипа заденаял, при том, что Года демеджа, ну как бы на 20 больше, и это достаточно-таки жестко SF-чиком с таким низким показателем демеджа денаить. Но его начинает уже потихонечку напрягать Год, 5-2, пока даже уступает по крип стату. Да, тут можно один раз ошибиться, как-то подставиться, и будет сразу все очень тяжело. Двум хардлейнерам, да, да, вот как раз-таки двум хардлейнерам тяжко приходится, и снизу, и сверху оба хардлейнера получают по щам. Ну здесь чуть более жадный хардлейнер Слардар, ему все-таки нужно фармить себе блинк, в то время как у Тусика ситуация такая, что он, в общем-то, может и на 6-м левеле закатываться, и без длинка. ФНГ успевает забрать баунтиру, но начинает разминать Мунминдера. Статы хорошие, поэтому у Мунминдера проблемы. Есть сноубол, есть шарды, но с ФНГ не справится. Да, но в итоге Мунминдеру и так стоялось нехорошо, он еще и потратил свое время, чтобы забрать руну, а ее не забрал. Возвращается на лайн, меньше хп, и тангусы у него с фласочками уже закончились. На топе постоянно, постоянно у нас идет этот вот крэш, крэш, крэш. Ну, спам Слардара, да, он понимает, что есть, в принципе, солить здесь ман нечего. Я бы на твоем месте обратил внимание, так, сейчас мы посмотрим, на Мунминдера идет выход, сможет ли он отсюда уйти. Да, забегает, получает челингтач от Опарэйшена. Карджи больно. Очень, очень тяжело ему это сделать, колд-фит и тычка, буквально еще одну тычечку, но нет, нужен еще один хит и добьет ли он? Нет, он тоже не добивает. Забегает к нейтралам и тускарчик их убивает от них. Ай, умирает от них, извиняюсь. Да, Элидан очень классно сыграл, он флэком пытался добить, стреляя по крипам, но только помог с Денейтса. Обрати внимание на сентри варды команды Virtus.pro и на вард команды Огэ. Да, пиксель не хватает. Буквально чуть-чуть. Вот ФВАй вчера каким-то образом умудрился поставить этот сентряк так, что нашел, но очень хитрые варды, здесь Огэ по красоте все сделали. В любом случае сейчас этот вард закончится и можно будет отводить. Ну, Фобос пока чуть получше стоит на харде, у него почти четвертый левел, при этом он ни разу не умер. У тускара, в принципе, по экспе та же ситуация, но он разочек нафидонил. Ну как, хотя, подожди, он же отдался нейтралам. Он отдался нейтралам. То есть тогда, получается, они ровно стоят в харде. В общем-то, да. Ровненько, ровненько. При этом тогда, получается, даже тускар слегка выигрывает. Почему? Потому что он отвлекает очень сильно внимание вражеского кири. Да, здесь просто с лордара набегает ему лансер, вешает тычку и все, ничего не сделать. Так, телекинес, ФНГ, ну он, несмотря ни на все, ни на что бежит, так и пытается забрать руну. А тускар вкатывается сноуболом, фармит себе сатирчиков. Ну, нужен сапог, здесь уже давно пора, потому что четвертый минут, Найт Сталкера появляется ночь. Найт Сталкер нашел довольно много баунти рун, поэтому имеет второй с половиной левел, хотя практически не появлялся на линиях. Здесь, конечно, ему чуть-чуть бы подфармить еще совсем немного. И вот вчера мы, на самом деле, об этом очень много говорили, когда сидели там ночью на Мид Найт Снеке, обсуждали там все это с Лилом. Вот игра идет на Миракла просто тотальная у команды ОГЭ. Посмотри, за ним стоит не только Рубик, но еще и туск подходит, и где-то около Миды обитает. Как же много делают ставку на него? Тут даже дело не в СФ, а для того, чтобы... Просто понимаешь, СФ это тот герой, которого гноби-не гноби, он свое все равно выформит. Так, потом вернемся к этой мысли. Гуат умирает и есть ФБ. И есть ФБ. Так вот, проблема даже не в том, чтобы не дать загнобить СФ, а проблема в том, чтобы не дать раскачаться Лине, потому что это очень снову волющий герой. И если начальную стадию Лина не выигрывает Салапендру, то потом она свою эффективность уже теряет очень сильно. То есть ей нужно доминировать, ей нужно гнуть свою линию. А у нас получается так, что еще и Лина умудряется отдать ФБ, и это не есть хорошо. Да, но тут на Миде постоянно тусуется один саппорт, еще и Тусик, и еще и Варды стоят, и знают, что у врага Вардов нету. Но ОГС слишком сильно подошли к контролю этого Мида, а Virtus.pro здесь немножечко проседает в компоненте. Я думаю, что им тоже стоило заняться вот таким вот, такой плотной опекой, как-то побороться за Варды. Но пока что у них качается... Крит только что заюзил телепорт, мискликнул, судя по всему, сюда нажал. Ошибка, да. Но бывает, ничего страшного сейчас. Не так дорого стоят эти телепорты, но опять же, если где-то что-то будет происходить, он уже не прилетит. Да, вся особенность в том, что если где-то будет происходить, то скорее всего на Миде, а он так на Миде и стоит. Ну и просто стоят рядом с СФ, ему ничего не сделать в такой ситуации. Прямо под центричниками бегает Фобос, не зная этого. Ой, как опасно. Есть нападение, вкатили с него, но Фобос вышел из зоны центричника. И больше центрей вардов нет. Поэтому, блин, как же они все... Это просто что-то невероятное. Как же они жестко контролят. Или кинет на Фобоса, Фобос должен был что-то подозрить, но Фобоса в итоге убивать не получается. Драгонслейв крит очень побитый. Слагу на Блэд. И Гирокоптер здесь же кастует ультимейт, цепляет Миракла. Нужно его забирать. Рокет Барейджем забирают Миракла. Найт Сталкер погибает. Иллидан. Иллидан, Фейзи через 2 секунды нужно бежать. Иллидана закрывают. Иллидан с шоардами заперли его. И здесь сейф какой-то небольшой был, но он не помогает. И 2-3 становится счет. Ну, размен очень равный. Просто равнейший. Ох-ох-ох. Да, нагнетают обстановочку, ребята. Но, опять же, там умирает у нас, получается, Гирокоптер. У ОГ умирает СФ. Ну, в принципе, да, более-менее ровненько. Неплохо. Из плюсов для ВП я бы отметил то, что Фобоса оставили. Он буквально чуть-чуть подфармил. Для него вот сейчас каждая крупица золота на счету. Потому что фармит Блинк. И также у нас не подключался, если я правильно понимаю, Лил. Он тоже находился на нижней линии. То есть, получается, втроем ВП дрались. В то время как чуть ли не в пятером тут оказались ОГЭ. И с этой точки зрения драка хорошая была. Тут просто миллион сентричников стоит со всех сторон. Чтобы никакие там шальные руны и виза. Ничего вообще, вот ни одна муха просто не пролетела. Ну, это тоже затратно. Если сейчас Virtus.pro просто будут меняться поровну на миде. Или с этого мида свое внимание куда-то перенесут на другую линию. Они окажутся в плюсе. Потому что такое количество сентрей это очень много. Для саппорта у крита вообще ничего нет из-за этого. Так, ну что, посмотрим на нетворсы. 3600 у нас имеет ССФчик. Так, тут у нас поймали Муна. Ну, слегка его подцепили. Наступает еще и день. Мун в итоге замерз. Но он очень грамотно с шардами закрыл. Но через 2 секунды, через 2 секунды будет воин. И добивает он этим воином. Еще и дабл дэмэдж. Там без шансов под воронкой. Воин наносил очень много урона. И замедление дикое. Да, да, да. Есть фраг. Так вот, о чем я там интересным-то говорил. А, про нетворсы. 4100 нетворса у Миракла. 3200 имеет год. 3100 или дан. И Нотейл 3000. Вполне хорошая ситуация для ВП. Да, ну а по графикам, если посмотреть в общей картина, у нас там ровненькая очень. 300 ХП у одних, 300 золота у других. Ничего сверхъестественного. Победа очень важна и для тех, и для других на первой карте. Для того, чтобы почувствовать какую-то уверенность. Потому что УГ, да, они идут по лузерам. У них не очень хорошая ситуация в группе была. Но в лузерах все увереннее играют. В УП тоже упали в лузера, но... В топе может быть нападение, но пока день. И нападение как раз таки идет на Фобоса. Здесь в ПНГ вылазит Фобоса. Очень быстро фокусит. Фобос усевает, откинутся крэшем. Погибает. Слайс. Вешает на себя Грейдж. Сразу же ТП аут. Очень больно Нотейлу. Нотейлу она пытается забирать. Рокетберрэш откатывает Доппельгангер в кулдауне. Нотейл под фокусом. Минус Нотейл. Два фрага делает Виртус Про. После вот такого нападения от ОГ. Хорошая контр-инициация приводит к довольно-таки приятным таким фрагам. Как же Илья хорош в начале игры. Уже вторая перетяжка. Это совсем не свойственно ему, но он научился, судя по всему. Очень много было разговоров о том, что играют на года, и Лидану нужно, просто необходимо перестроиться вот на такой режим. Он уже в принципе это давно делает, но да, его гирокоптер сейчас, и в принципе в игре Switchy Gaming первой, которую ВП проиграли, он тоже действовал в таком стиле. Это то, как нужно играть на гирокоптере в современной доте, если у тебя команда сконцентрировалась на мидере. Да, потому что что такое гирокоптер? На шестом левеле, на седьмом левеле гирокоптер вносит мэджик дэмэджа не меньше, чем какая-либо там Лина, и при этом там АОЕшный дэмэдж имеется. То есть, ну, очень-очень сильный герой, потенциал которого надо реализовывать. А учитывая, что нынешние телепорты стоят копейки, так, вот тут у нас Лила достаточно-таки грамотно подцепили, прям под Тауэром, легкие деньги. Ну, я бы сказал, что это не такой плохой момент для ВП. Забрали саппорт, но это была смоук-атака, и далеко зашли. Сейчас нужно обязательно ОГО-вышку забирать, иначе слишком много они потратят. Затратный такой ганг получился, но зато, вот, как бы Тауэр пока, они вроде достаточно плотно прессингуют. Да, но ВП тем временем тоже прессингуют Тауэр сверху, но у них там это делает один гирокоптер. Ну, сломает. Тут тоже достаточно много крипов, есть еще баллиста. Тауэр сломать удастся точно. И, судя по всему, никто не будет прилетать на сейф, а здесь Миракл. Вперед бежит Тускар, Миракл, закатывается Тусик, больно, ФНГ, есть пара рейзов, и погибает на три рейза, просто Миракл насаживает ФНГ. Ну, опять же, всего-навсего саппорт, хотя, конечно, это... Сталкер на десятой минуте, поэтому это не просто какой-нибудь там саппорт, это чудовище, но это чудовище погибло под натиском еще двух чудовищ. Ну да, даже если бы он где-то это сделал далеко, там, отвлекая внимание соперника, а тут просто даже времени не потратили, вышли, убили, конечно... Ну, он по своей базе бегал, как бы он бегал по своей базе, и такой, опа, тут ганг. Не ожидал, на самом деле, наверное, такого. Но варды стоят у УГ очень глубокие, как мы видим, поэтому стоит ожидать Virtus.pro вот такой агрессии. Представь на Миракла, ну вот кто вообще может ожидать вот этого... Ну, что это такое? Пришел, зафармил нейтралов, ушел. Нормальный вообще человек? Очень наглая игра и очень результативная. Вот, понял ФНГ, что здесь не просто так. Не стал БСФ сюда заходить, не имея варда. Так, и выход с Миракла. Гирокоптер кастует неплохой ультибейт. Айсблаз Миракла залетает, очень больно. Миракл, надо его здесь, конечно же, добивать. Вешается Грейв под трэш-холд, очень грамотный. Айсблаз кастуется в ответ, в итоге Элидам умирает, Гот умирает. И ОГ очень грамотный, два фрага сделали, при этом не потеряли ничего. Ого! Как же хорош Крит и Флай, они сейчас сделали все по максимуму. Флай повесил Грейв так, что ультимейт оборачивающего все закончится. Ну, тут еще не все. Таск вкатывается, но скорее для того, чтобы себя засейвить, Даззл уже подтянулся, будет ли Грейв. Тут еще непонятно, потребуется ли этот Грейв, тут ФНГ нужно как-то спасать. ФНГ погибает, айсшарты больше никого не зацепили. И это третий фраг для ОГ. Грейв, что-то виртуз про совсем не готовы. Ну, Оперейшн отдал ультимейт, очень аккуратно сыграл. Здесь Лилу нужно вспомнить, что он играет против Рубика. И вообще, в принципе, всей команде вспомнить, что они играют против Рубика. Ни в коем случае не отдавать с пылы. И этот айсблаз с холдауном в 40 секунд еще очень многое сделает, если Рубик не отъедет. Да, это явно не последний. То есть тут либо надо ловить Рубика и убивать его как-то, чтобы он больше эти айсблазты не кидал. Но то, что Лилу отдал айсблазт, это очень плохо. Ну и пока что саппорты отрабатывают, СФ свою задачу делает, на него пытаются нападать, но убить его все тяжелее из-за того, что набирает много статов. Ну и Миракл топ-1 по Нетворцу. Тем не менее, пока что в ВП шансы сохраняются. Не, ну само собой, это же еще только начало игры, тут даже говорить пока еще не о чем. Полторы тысячи золота преимущество было у ВП, теперь уже там где-то две с половиной, где-то две триста преимущества как раз-таки у ОГ. Отыгрались они очень жестко и при этом еще вырвались вперед. Полностью читают. Полностью читают. Только что нарисовал Флай, как пошли соперники. Сентричник пикнули. Айсшарцы туда кидают. Боже мой. Какие же жесткие. Как же они читают друг друга. Ну ВП идут дальше. ВП идут дальше. ВП идут дальше. Айсбласт. Зона поражения довольно-таки неплохая, но попадает только во Флая. Хорошо, Флая должны забрать. Флая отсюда уже живым не уходит. Фобос. Да, неплохо. И Миракла могут зацепить. Он слишком толстый. Слишком толстый Миракл. Тяжело его будет убивать. Абсолютно один. Стан Слардауа. Ультимейт не расхистовывает. Ультимейт из базы залетает. Фобос. Больно. Фобос погиб все-таки. Иллидан также под фокусом. Иллидана здесь тоже прикончили. Как же так-то, а? Иллидан, дружище, зачем ты побежал туда? Почему не назад? Хороший вопрос, зачем побежал туда. Ну и в очередной раз Рубик с Айсбластом попадает туда, куда нужно. Тем не менее, забрали СФа. Перед этим забрали Дазла. Получилась более-менее атака для ВП. Но там должно было все закончиться просто смертью Фобоса максимум. А в итоге это еще и смерть от Иллидана. Это очень много. Это перебор. Немножко не хватает какой-то собранности, что ли. И смотри, графики, да? Точнее не графики, а нетворсы. Набирает нотейл обороты, уже на тысячу перефармливает гирокоптеры. И в лейте как бы лансер, он поопаснее гирыча. Это уже и наши аналитики отмечали, и это в принципе понятно. Ну, слишком силен в современной мете. Тем более, когда у тебя такие герои, как у Virtus.pro, здесь нет практически никакого инста-стана. Даже Слардар, чтобы запрыгнуть и дать стан, нужно там... Ну, можно среагировать. С каким-то блинком этот лансер может быть неуязвим. Как вы уже видели, ну не знаю, несколько раз на турнире. Да, не говоря о том, что тут еще есть Shadow Fiend, который тоже много грязи будет делать. А Лина, она... Ну, пока Лина на 15-й минуте с одними юлами, она, мягко говоря, не впечатляет. Пытается, пытается. Virtus.pro понимает, что в их ситуации нужно нагнетать обстановку и постоянно где-то навязывать файты. Иначе будет плохо. Наконец-то у крита кончился Ice Blast. Это прямо глоток свежего воздуха для ВП. Но Рубик здесь слишком хорош. Он столько всего может своровать. Лагуну, колдаун, все что угодно. Так, ну и ОГ скопились вместе. То ли Смолки, то ли хотят подраться за руну. ФНГ. Вкатывается в него. Фобос. Закидывается Ice Blast от Лила. Мон, Мон. Мон живет. Фобоса разорвал на части. ФНГ также в таверне. Максимум флай получится забрать. Да и тот улетает с телепорта. Подбегает сюда Иллидан. 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 Нужно минусовать крита. Иллидан под минус армором. Крита забирает. Закончилась мана. Грызается ему в спину. Нет, все-таки мана хватает буквально на станчик. Откидывается он от Нотейла. Теперь Иллидану нужно как-то тоже отбежать. Дракон слойп. Очень больно под воронкой. Заходит Иллидан на развороте. Он фит. И хорошо. И здесь Миракл успевает понять, что надо убегать. И вовремя ретируется. Его там урса гоняет, которая клепала. Иллидан показывает на этом турнире, что на таких героях он играет знатно и с доминатором постоянно каких-то крипов контролит. Все правильно. Ну вот мы видим Fight Recap. 1700 в пользу Virtus.pro. ОГ потеряли довольно много золота. И это то, что было сейчас в ВП нужно. Вот такая вот драка. Да, но тут на самом деле показывает всего минус 40 золота. Либо ОГ такие жесткие, что закупились. Либо Fight Recap обманывает. Ладно, это не важно. Самое-самое жесткое, это да, вот ты отметил то, что с доминатора Иллидан постоянно кого-то подчиняет. Я раньше сидел и недоумевал. Ну почему? Ну доминатор, ну имеет маленький кулдаун. Ну его же, ну типа стоят маны всего 75. То есть все располагает к тому, чтобы ты постоянно себе какого-то засранца подчинял. Причем этот засранец имеет штуку 400 хп и делает очень много грязи. И что мы сейчас видели? Просто эта медведица отзонила СФ, а за счет клэпа не дала ему подойти. Это очень полезная игра была. Немножко я не совсем вот, может быть я что-то не понимаю, но по-моему две урны в команде это не очень здорово. Так, а кто у нас сталкивает СНГ и Слордар? На самом деле это нельзя назвать таким жестким. Когда две мекки это мисплей какой-то там, что-то какой-то бред. Когда две урны это не сверх страшно, потому что урна сама по себе дает статы, вполне-вполне приятные. Да, там какой-то реген маны, какие-то там силу, это же два стренджевика, и сила очень даже подходит. И они зачастую бывают, что на разных частях карты урна заряжается и там и там. Или один просто в таверне. Но в любом случае Слордару побыстрее бы дофармить свой блинг. Вот у него 800 монет, я думаю, что больше он уже ничего не будет фармить. Никакие там урны, аквилы и прочие артефакты с низкой стоимостью. Ну да, да, да. Ну если все будет плохо у Фобоса, то можно выйти хотя бы в Форс. Если все пойдет нормально, то конечно даггер это супер. Вот ворует Драгон Слейв, а вот и диффуза появились уже у ПЛа. И этот Фантом Лансер уже теперь будет очень жестким паразитом, закидывающим свои копья и эти иллюзии всю ману тебе бёрнят. Да, здесь нужно будет быстро с ним разбираться, стараться. Кстати, почти огоним. О, года, да. Да, он хорошо подформил в последней драке. Ну и от СФ в целом не отстает. Вот Слардар за счет своего ультимейта фармит себе Блинк. Смоуки от ОГ. Ну, возможно, это Рошан. Ты, кстати, видел на кабинке ОГ, там, возможные варианты расшифровки этой аббревиатуры? Нет. Я там что-то почитал, но мой English, к сожалению, very well. Бикос Сагердер. Очень хорошо захилит. Закидывает ультимейт. Я думаю, что там по-любому были смешные названия. Надо было спотать. Так, да, Рошан падает достаточно быстро. Хороший, конечно, был Айс Бласт, но когда тебе нечем закрепить этот Айс Бласт, то он ничего не стоит. Заходит Кентавр. Кентавр. Мана заканчивается. В смоках. Рассказ. У СФ есть Аегис. Цепляют его. Ну и все сплы потратили в никуда. Миракл Саегисом. Миракл Саегисом. Получается... Нет, Иллидан еще пока не забрали. Иллидан перед смертью. Иллидан же может быть не перед смертью. Нет, все-таки он погибает. Получается, подсевит Ускара. Айс Бласт не попадает, к сожалению. Иллидан тоже под фокусом. Забрать его. Забрать его удается. Есть еще один фраг. Выбили только Аегис и убили Рубика. Вкатывается Тускар. ФНГ. ФНГ сбривается Рейзом. И это минус три. Отличная драка для команды УГ. Но в Virtus.pro сделали хотя бы два фрага. И самое важное, что они выбили Аегис. И сейчас этот СФ не сможет его как-то реализовать. Драка, конечно, не очень удачная. Такой оптимист, знаешь, который во всех ситуациях пытается найти плюсы. На самом деле это типичная стандартная ошибка многих команд. Ну, ОГ получили Айс Бласт. Они уже понимали, что так, так, так. Флай! Поставил вардец. Во-первых, найдут этот вард. Во-вторых, должны убить Флая. Ты посмотри, какой жирный. Ты просто посмотри на этого паразита. Как же долго он живет. Флардер с ним еле-еле разбирается. Убязается Крэш. Потягивается Миракл. Айс Бласт все-таки не жалеет. Ну и Флай точно умрет. Погибает Айс Бласт. От Айс Бласта Флай. Пошел у нас дальше Фобос под медалькой. Его не остановить. Блинка нету. Но это его... Очень динамичная игра. Миракл фармит. Но это в его стиле. Наглеть. Хорошо, хоть не вражеский лес фармит. Боже мой. Куда Фобос? Фобос не остановить Фобоса! Идет дальше! Это достаточно наглая игра. Как бы за это не наказали. Миракл пофиг. Миракл слишком толстый. Раскистовывает ультимейт. Получает Лагуна Блейд в лицо. Погибает все-таки Миракл. ФНГ под диффузами. ФНГ погибает. Но Тейл там тоже нормально. Дамагана получал. Бароночка. И надо магического демоза побольше садить. Получается это сделать. Погибает еще и Нотейл. Фобос под урной. Фобос пока живет. Крит. Очередные Рокетберрежи. Погибает на Драгонслейва. Ай, Фобос погибает. Но тем не менее. Какой размен удается ВП. Как же далеко они зашли с ума сойти. Под дива. Три полкилл. Три полкилл оформил год. С своими Драгонслейвами. И посмотри на этот файт-рекап. За счет байбэка. За счет того, что забрали четверых. Потеряли при этом хардлайнера и саппорта. Где-то под тир-два вышками оппонента. Ну вот это очень крутое чувство игры от Virtus.pro. Посмотри, в общей сложности нанесли демоджи и одни другие там. 4 700, 4 200. Но у одних 4 смерти и у других только 2. Ну распределили очень здорово. И Агани Мулина появляется. Да, конечно, такого я давно не видел. Чтобы такой дайв далекий был и при этом эффективный. А из бласт и кулдаун. Но кулдаун не попадает. А из бласт в яблочко. Но добить нечем. Ворует Рокетберридж. Красавчик Элидан. Успел, ну сознательно включал именно бараш, чтобы не дать ультимейт. Да, это очень сильный скилл для Рубика. Ну Рокетберридж для него... Рокетберридж это тоже как бы очень сильный скилл. Но когда ты Рубик, подходить и кастовать этот СПЛ это просто суицид. Ну и вот смотри, в прошлой драке удалось выбить Аегис. И сразу после этого пока у Шадоу Финда нету БКБ, ВП пошли и реализовали это. То есть здесь очень важно, что не просто выбили Аегис и ушли куда-то. А потом тут же пошли и за это как-то попытались наказать. И у Фобоса появляется Блинг. У Фобоса появляется Блинг, у Лины есть Аганим и поэтому БКБ, который уже скоро появится у СФ будет не супер страшным. Здесь конечно пока все плохо у Найт Сталкера в плане того же Аганима, который мы привыкли видеть. Но ладно. Он саппорт пятой позиции. То есть у Лил как бы стандартно фармит свои шмотки, у него уже там глимверкейп. Да, да. Тогда ничего удивительного, что у Найт Сталкера нет айтема. Просто реально привычно видеть его за шмотками. Здесь все так и есть. Смолки. Скоро одиннадцатый у Лила. Нужно как-то получить. Потому что конечно там разница хорошая между первым и вторым мультимейтом. Ну как у любого героя наверное. Вот и в миде Шадоу Финт. Если Фобос его цапнет. БКБ есть, но оно на базе. Фобос под глимером заходит. Видит Крита. Крит получает стан. Получает медальку. Крита нужно забирать. Слардар убежал от своих слишком далеко, но Крит здесь не боец. Очень хорошая игра от Фобоса. Да, игра-то хорошая. Но опять же ситуация сам понимаешь. Как-то в пятером одного саппорта подающий под смоками. Это такое себе. Приятнее было бы СФ. Ну само собой. Но за СФ он не пошел. Вообще у СФ все еще не было БКБ. Оно было в стэше. И можно было еще последний раз его так на прощание погладить. Да, вот несмотря на то, что у Рошана немножечко Virtus.pro сглупили, грубо говоря, там и Рошана отдали, еще и подфидонили. Но все равно они очень грамотно находят выход и пока прессингуют, прессингуют. Если посмотреть на графике, нулевая отметка золота, нулевая отметка XP. Отыграли. Все, да. Здесь в любом решении можно его по ходу игры следующим своим решением сделать хуже или лучше. Смоуки от ОГ. И год в инвизе. Классика жанра. Год и инвиз. Инвиз и Год. Но подставляется Иллидан на миде. Все, накатываются в Иллидана. Илья бежать, 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 бежать. Тэфэйзак улетает очень далеко. Отличную точку выбирает. Лина на развороте. Ставится здесь в центре. Инвиз и Год. Год и инвиз. Инвиз и Год. Да что ж такое-то? Телекенес на Года. Усвивает понятия Геулы. Залетает Айс-басты. И тут СФ разгастовывает ультимейт. Чудовищный дэмэдж обрушивается на Года. Погибает Иллидан также под фокусом минус. Иллидан трипл килл уже оформил Миракл. Ультра килл оформил Миракл. И рэпать же тут походу не будет. Успевает уйти Лилл с телепорта под Глиммером. О мой бог. Год еще зачем-то байбэкнулся. Но какой же красавчик Миракл. Отменил ультимейт, чтобы подождать и раскастовать его в Лину. В итоге нанес ей, ну он снял ей все хп. Все ее 1500 с одного коста. Просто что-то нереальное. Боже, как же Году не везет с этим инвизом, боже. И пора уже на самом деле, пора уже на самом деле понимать, что... Три сентрика стоит против него. Да там вообще всегда сентрики стояли, начиная там с первой минуты. Миллион сентриков по всей карте. Там и Фобос на эти сентрики попадал и так далее. Ребята, уже не та дота, когда с инвизом можно просто так взять и кого-то убить. Нет этой халявы уже давно. Ну скажем так, ты должен чувствовать момент, когда может получиться, а когда ты можешь вот так вот зайти и... Да, да, да. Потому что сейчас вот этот инвиз, он настолько он все испортил, всю малину. Ведь тут сам ошибаться ни в коем случае нельзя. После вот этой ошибки графики сразу же 5000 преимущества. 5 ОГ по экспетам по шестерочку. Ну это очень плохо. Лил покупает гем. Да, ну и гирокоптеру нужно БКБ. Пока здесь не будет БКБ, будет ему тяжко. И Лин, видимо, тоже нужно БКБ, чтобы мочь как-то драться против магии, чтобы ПЛ не выжигал Вану. Но у ОГ сейчас преимущество большое. И плюс ко всему им торопиться некуда. У них лейд хороший. Мягко говоря. Так, ну и тем временем ОГ что-то задумали. Но смоков я здесь не вижу. Поэтому что они задумали пока непонятно. Повардить, побегать, наверное. Скорее, да. Просто повардят. У врага гемн, нужно хоть что-то поставить. Заходят на Рошану. Ну, Рошан даже в теории еще не мог появиться. Слардер там что-то куда-то бежит. Ну да, тут тоже перемещение от ВП. Командное такое. Тим мувинг. БКБ нет пока у гирокоптера. БКБ надо тоже очень срочная линия. Потому что вот эти юлы, конечно, когда тебя вроде убивают и так себя спасаешь немного от фокуса. А тут просто СФ. Бабам тебе в лицо. Здравствуй. Реквием на фулл хп. Смок. За счет гема. Чинилим тач. Но позиция очень тяжелая. Да. Понимает ОГЭ, что тут может быть. Иллюзии уже идут вперед. Миллиарды с энтрей, вардов. Просто по всей карте иллюзии идут. Рошан вряд ли появится сейчас. Но в любом случае может быть очень скоро. И ОГЭ занимает супер позицию. СФ стоит с Блокинг Баром. Супер сейв позиция. Вот команда, которая выиграет этот файт. Она еще и забирает Рошана и получает дичайшее преимущество. Поэтому здесь ни в коем случае нельзя отдавать этот файт. Это самый важный, наверное, файт в игре. Лидана пушит крип. Видят они крита. Ну и да, уже все. Поняли, что нужно уходить. Вот они те самые сэнтри. Год говорит, а вот, что здесь оказывается было такое. Ну я думаю, он еще тогда догадался, что там было. Ну и просто это... Для тех, кто, не знаю, смотрит, может быть, впервые доту. Это с первого интернешнала, который был, боже мой, пять лет назад. Ну, не везет этому человеку. Да и как бы мы, наверное, больше всего внимания всегда будем обращать. Ну конечно, да. Потому что там была жесткая ошибка, которая на первом Интее привела к... Ну там и без этого игра проигрывалась, но это была такая финальная точка. Так, ну Найт Сталкер подрубает Даркнесс. Вижен ограничен, ОГЭ. Рошан, появился. И теперь в Инвизи Миракл. Да, ну там есть гем. Видят и люди Найт Сталкера. Но это был не Смог. О, точнее Фантом Лансера, конечно. ОГЭ. Ой, какие шарты, какой неудачный. Протиснулся, протиснулся, все нормально. Амплифай сворованный, вешается. Ты же посмотри на этого крита. С Лордара, да. Крит. Ну у криту здесь есть много что воровать, поэтому... Подожди, он у него закончился что ли? Возможно, он да, кинул и амплифай закончился на этом. То есть это не свеженький. Да и как бы он свеженький здесь своровал, потому что очень такая сейв позиция. Рубик там стоит слишком далеко. Ну да. СФ танкует. Ну вот как раз ОГЭ не стесняются, несмотря на то, что они делают ставку на Миракла, но они его при этом и вперед ставят. То есть мы тебя подсейвим, у тебя там БКБ, у тебя больше всего ХП. Что-то Рошана стояние. Ты посмотри, насколько нагнетена обстановка. Надо снести вышку. ВП сейчас все правильно делают, потому что эта вышка, она слишком много дает, когда вот ты вот так вот стоишь на Рошане. Но ее особо при этом дефить вряд ли будут. Если аккуратно ВП конечно будет забирать. Очень аккуратно нужно забирать. А по Рейшну не нужно танковать. Он может находиться чуть подальше. Это дело иллюзии на самом деле напрягает. Средалило. Врыв. В двоих. Айсбласт. Очень хороший. Закрепить пока не получается. Фобусу больно. Фобус погибает. Элидан. Также под Фоксом Миракл. Но его никто не добивает, потому что там есть Грейв. Понимает, что убить так просто не получится. ФНГ в лобовой атаке погибает моментально. Лина сзади. Элидан тоже в сейв позиции пытается находиться. Но его здесь будут пытаться ловить. С фарса крэш не удался. Шардами заблочить тоже не удалось. Попыточка телепорта. Да. Юзается ТП. И сбить этот телепорт нечем. Ну как бы есть чем. Просто они далеко. Они почему-то не пошли. То ли испугались, то ли что непонятно. Но это минус 3. И теперь можно идти свободно бить Рошана. СФ надо было добивать. Там Грейв куда-то в другую цель выкинул. Судя по всему. Потому что он был использован в драке. Но в любом случае. Ты хотя бы должен попытаться развести на этот Грейв. Если ты не будешь пытаться даже добить СФ. Испугались. Уже на самом деле коры команды Virtus.pro настолько... Ну БКБ нет. Ни у одного, ни у второго. Да, да, да. Ты подставляешься. Вроде как СФ хочешь добить. А в итоге сам умираешь. Идут. Лин это по сути кусок. ВП идут. Без этого БКБ очень тяжко. Витязи в атаке. Кулдаун. Айсбласт. Айсбласт не попадает. Кулдаун по сути тоже. Ульт Дазла в ответку. И все. Это минус Рошан. Под ультом Дазла. Без кулдауна. Без льта аппарэшина. Драться никто не будет здесь. Бояться уже, да. Совсем нечего. Ну, аккуратненько. Аккуратненько. Забирают. Нам. И СФ Саегисон. Ультимайтор без СФ. Будет какой-то Скаги уже в ближайшее время. В очень ближайшее. Огода. Пока даже не появляется БКБ. Но без БКБ здесь вообще никак. То есть Лансер слишком хорош. И уже тот период прошел, когда Лина может что-то делать с руки. Потому что даже сейчас она покупает БКБ. Окей. Ее Маги не убивают. Ее Миракл за три тычки убьет. У него под там 250 урона и дикий минус армор идет. Вив Дазла плюс пассивочка. Пассивочка. А у Лины как раз 6 армора. Ну то есть в минус серьезный входит. Да. И гем выбили. И она умирает от пару хитов. Гем выбили ОГЭ. Поэтому сейчас ситуация не очень приятная. Мягко говоря. Да. Вот так вот покажу я вам ребята что происходит вообще по айтемам. Там Манта Стайл появилась у Нотейла. Вполне себя хорошо чувствует. Еще 2000 сверху. Но Лейт безусловно конечно же сильней ОГЭ. Тут даже говорить нечем. Ну вот он. Вот как бы такой артефакт который тебе вроде бы ничего не дает. Но просто Лансер с этим блинком он будет неуязвим практически. И ОГЭ идут. Они зажимают. Видят таск. Слардар. Очень дерматно читают действия своего оппонента. Фобос. Фобос только что крэш профукал. Это очень очень неприятная ситуация. Пытаются убежать. Есть один телепорт. Походу ФНГ приплыл. Потому что у него вообще нет телепорта. Его не видят. Ночно из сталкера. Ай-яй-яй. Заблочили шардами. Все таки удалось вкатиться. Не тратит. Не тратит пока свою льту. Но нет нормально. Ну да. Тут уже можно когда так много врагов подошло. Да. Союзников подошло. Да. Но ВП этим временем сносит вышку. Очень хорошо. Они убежали. И тут же засплитили. И Лидан в этот момент ломает мид. Ну точнее пушит его. Грамотно. Очень грамотно на самом деле сейчас поступили ВП. Траться-то все равно против Аегиса самоубийство. Там Грейв. Еще Аегис. Ты этого СФ не убьешь никогда. БКБ наконец-таки появилось. Ой-ой-ой Гуат. Ой-ой-ой-ой Гуат. Подумайся в Юлы. БКБ. БКБ еще не долетело. Засем чуть-чуть раскасовывается Гот. Получается сделать фраг. Но это смерть. Как ни крути. Еще и Фобоса убили. Блин, ты даже Фобоса не увидел. Я тут тоже Фобоса не увидел. Он ворвался, да. Когда напали на Лину второй волной. Так. Подсейвить. Потому что все-таки потеря Лины очень существенная. Но лучше бы он уходил. Потому что Лина и без него бы справилась с Таском. Ну Тасик очень хорош. Это, напомню, стопроцентный пик банрейт. Не проснулся еще в год. Ну, во-первых, не проснулся. Да, он здесь действительно очень много, скажем так, заигрывается. Но во многом, я думаю, влияет та штука, про которую говорили. То есть когда у него что-то не ладится, может у Сережи пойти не самая лучшая игра. А в начале игры соперник... Тут даже герой такой, понимаешь, это Лина. Да. Если по дефолту, не важно, кто играет. Если Лина по началу не доминирует, а мы видели, что творили ОГ в начале игры. По факту они полностью законтрили этого героя. Так, а то у нас что? Тут у нас нападение на ФНГ. Играющий его забирает на Тейл. Так вот. Бегающий убийца. Короче, Сережа в тяжелой ситуации был, так против него еще сыграли. Так, чтобы он оставил там с интрией миллион. Да. И Лину просто-напросто законтрили. Лину законтрили. Не года законтрили, а именно Лину, как персонажа. И сейчас сделать крайне тяжело что-либо. Но то, что он сейчас пошел отдался, это уже, конечно, безусловно, его личная ошибка. Так, конечно, нельзя играть. Ну и ждут теперь, когда он рестнется. Сеф отступает. С Доминатора переманивает крипа Элидан. Только я не вижу какого, но не суть важна. Заходит Лансер. Глиммеркейп. Ну и главное сейчас не отдать бараки. Как-то попытаться отбиться. Конечно, если прям идеально получится комбинация УВП, тут возможно всякое, но пока что им тяжеловато. Мирокал получает ультимейп. Такой себе посредственный из Бласт. Никакущий, я бы даже сказал. Одного героя, да. Ну и очень хорошо стоят УГ, они прям так засплитились. Знатно. Мирокал Форстаффет, не дают ему. Несмотря на то, что есть Аегис, Греев, но ничего не дают. Его постоянно подхиливают. Зачем Аегис просто так отдавать, когда можно на секундочку буквально отойти, слегка подхилиться. Там урна, пару подхилов от Даззла. И уже более-менее нормально. Есть врыв на ФНГ. Так, чисто попугать. До конца они идут. А вот уже Тускар решил синициировать. Плотно, Лилу больно. Лил развалился. ФНГ. Байбэ конец. Байбэ конец. И, наверное... Ну, вообще, я не знаю, почему они отступают. Ой, Рубик с блинка запрыгивает. У Года проблемы, он под Скаде. Ну, вот те самые пара плюх, которые вообще как бы... Ну, вот Эсэпчер на кастовый от ультимейт. Букалит, тычка нуждается в Года. У Год скиварь дает ультимейт перед смертью. И хватит ли дэмэджа у Иллидана? Но, к сожалению, урона не хватает. Пытается он убежать. Скаде замедляет. Убежать не получается. Нет, хотя получается убежать. Фобос тут ворвался в троих, но... Это без шансов для Фобоса. Гуд гейм. Вел плейд. 1-0 в пользу ОГЭ. Да, в этой игре они были гораздо выше по... Я бы так сказал. Они построили свою игру так, как они привыкли. Стратегически полностью переиграли своего противника. Полностью вообще. И по уровню ошибок, по количеству ошибок, они их допустили меньше. Взять момент с Рошаном. Взять момент, где Год сейчас нафидонил. Вот, еще там какие-то микро-моменты. И это... Ну вот, Год, где умер подцентричником. Я лично считаю, что это тоже ошибка. Пора бы уже понять, что на таком уровне тебя спалят там... Смолки читают, понимаешь? Смолки, которые даже не видят, что ты заюзал. А Ошинвиз какой-то там, это вообще на раз-два. Ошинвиз. Смолки.